Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин падает прямо сейчас на тех новостях, что ФРС не будет понижать процентную ставку. В итоге, биткоин стоил 70 тысяч, затем опускался, затем стоил 66, и вышла эта новость, и биткоин упал на 64 тысячи. Новость такая, что Центробанк не будет понижать процентную ставку. Капитализация рынка составляет 2,44 триллиона долларов. Зрителей на этом сайте уже больше 10 тысяч. Индекс страха и жадности 61, то есть потихоньку идем в зону страха. Ставка финансирования снизилась, и цена биткоина 64,658. И вот как падал биткоин. Несмотря на то, что говорят, что мы живем в капитализме, это не капитализм на самом деле. Ну потому что какой это капитализм? Вышел один чувак из правительства, что-то сказал, и такое падение. Это что угодно, но не капитализм. Это может быть социализм, псевдосоциализм, коммунизм. Хрен знает что, но это не капитализм. Капитализм это не так, что один человек вышел, что ляпнул и разрушил рынок. Просто несколько слов сказал и на тебе. Это коммунизм или социализм. Но не свободный рынок, не капитализм. И все это стартовало еще со времен ковида, когда они начали печатать деньги. В этом видео проведем теханализ биткоина. Я покажу свою сделку на 267 тысяч долларов. Посмотрим также на общую капитализацию рынка криптовалют и на Теслу. А также пишите в комментариях, что еще разобрать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла вчера прошла вверх на 4%. WorldCoin минус 4. Solana минус 4. Все из-за этой новости. Не будут понижать процентную ставку. Вот поэтому и падение на рынке. Но Nasdaq по какой-то причине наоборот прошел вверх. Что странно. Meta плюс 7%. Но теперь давайте откроем биткоин. 64 тысячи 700 долларов. Начинаем с недельного таймфрейма. И здесь мы видим огромную чашку с ручкой. Это бычий паттерн по теханализу. Как работает чашка с ручкой, объясняю. Вот такая чашка формируется. И затем ручка. Расстояние можем измерить по основанию чашки. На такое расстояние может выйти актив из этой фигуры. Поэтому на биткоине, можно сказать, формируется бычий паттерн. И цель по выходу из этой фигуры 115 тысяч долларов. Стохастик направлен вверх. Торговые объемы неплохие пока что. Криптогорбот держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале 23 года. Биткоин-индикаторбот дал сигнал на продажу. Смотрите. Дал сигнал на продажу. О-о-о. Дела. Биткоин-индикаторбот на продажу дал сигнал. И стахастик на недельном разворачивается вниз. Смотрите. Вниз стахастик идет. На недельном таймфрейме. Это опасно. Но на дневном стахастик в перепроданности. Вчера я давал торговую идею. Она в итоге активировалась. Это торговая идея из вчерашнего видоса. На дневном таймфрейме. Что мы видим? Биткоин ходит в канале. И новый максимум ниже предыдущего. Этот максимум ниже, ниже, ниже. То есть получается такой даунтренд. Тем не менее, это, можно сказать, полотно бычьего флага. И первая волна Эллиота, я бы сказал, закончилась. И теперь идет коррекционная волна. Можно было бы сказать, что первая волна Эллиота закончилась. Все уже. Развернулись. И тогда теперь, получается, мы зашли в коррекционную волну. И когда закончится эта волна, начнется следующий импульс. Этот следующий импульс должен быть больше, чем предыдущий. Больше, чем первый импульс. И тогда я, получается, корректирую свои волны. Таким образом. Стохастик в перепроданности. Торговая идея активировалась. Но там есть еще одна. Более безопасная. На 62.271. Вот она еще не активировалась. Опустимся на 4 часа. Активировалась вчерашняя торговая идея. Близко подходила к стоп-лоссу на самом деле. На 64.381 установлен стоп-лосс. Это вчера я такую торговую идею давал. Я вам сейчас покажу, как это было. Вот она, вчерашнее видео. 5600 просмотров. И давайте вспомним, как это было. Цена входа 64.849. И стоп-лосс на 64.000. Проматываем вперед 24 часа. И что мы видим? Цена входа 64.849. Сделочка активировалась. Но это был более рискованный вариант. Более безопасный я ставил заходить на 62.271. И стоп-лосс на 61.600. А это более рискованный вариант, который вот уже активировался. На 4 часах. Но похоже тут на закругленную вершину. Еще один паттерн формируется на биткоине. На 4-часовом это расширяющийся восходящий клин. Это медвежий паттерн. Восходящий расширяющийся клин. Который начинает формироваться на биткоине. Это медвежий паттерн. Вниз можем выйти. Да. Но стахастик-то в перепроданности уже. Смотрите, каждый раз, когда стахастик уходит в перепроданность, это на самом деле время покупать. Здесь тоже был в перепроданности. И тут двойное дно. Там можно было купить. Здесь тоже был в перепроданности. Время покупать. Где там еще такие примеры? Вот здесь, например, был в перепроданности. Время покупать. Здесь тоже. И здесь тоже покупать. перепроданность не самая хорошая идея продавать когда стахастик в перепроданности всему этому я обучаю на своих курсах по крипто трейдингу в общем торговая идея активировалась биткоин близко подходил к стоп-лоссу цена входа 64 849 стоп-лосс на 64 381 да близко подходил биткоин к стоп-лоссу но пока что не закрыл посмотрим как там будет дальше если вы еще не зашли то я бы тогда заходил по этому безопасному варианту потому что сейчас слишком опасно ну или еще как вариант можно попробовать зайти от этого уровня поддержки если предыдущая торговая идея закроется таки по стоп-лоссу но хороший уровень поддержки на текущем уровне у биткоина поэтому посмотрим как он там себя поведет но на самом деле я бы все-таки заходил по безопасному варианту на 62 271 долларам просто потому что близко обе торговые идеи но по той которая уже сработала посмотрим как там пойдут дела плотненький стоп-лосс и биткоин продолжает падать но пока что напомню что если вы хотите торговать вместе со мной то под видео есть полезные ссылки на байбит регистрируйтесь получайте бонус до 30 тысяч долларов я сам торгую в основном на байбит хорошая биржа высокая ликвидность одна из самых крупных бирж в мире 2 проходите мои курсы по крипто трейдингу учите стихоанализу и 3 присоединяйтесь к моему телеграмму моя сделочка по биткоина сейчас в плюсе на 23 тысячи 700 долларов пару дней назад профит был 40 тысяч по этой сделке позавчера было 40 тысяч получал профи там это падение биткоина все подосрало было 40 тысяч профита осталось 23 700 а еще проблема в том что я каждый день плачу комиссию финансирования пока удерживаю эту позицию ставка 0 0 1 процента то есть получается я плачу фандинг и моя прибыль по сделке уменьшается объемов нет пампа нет фандинг позитивный то интересно в чем тут прикол такая высокая комиссия им роста нет объемы падают не очень хорошо выглядит для биткойна честно говоря на балансе у меня 562 тысячи долларов за 30 дней было 572 тысячи опускался на 513 поднимался на 611 теперь 562 в ноль выхожу по месяцу или даже в небольшой минус где-то на десятку минимум за 30 дней был 513 максимум 611 рынок как-то не впечатляет ну хорошо давайте теперь посмотрим на общую капитализацию рынка 227 триллиона долларов крипто рынок тоже падение смотрите за эти дни то даже за вчера если глянуть тут пошли вниз на вершине были 243 триллиона такое падение получается мы потеряли 200 миллиардов долларов за два дня 155 миллиардов 6 процентов ушло с рынка давайте-ка на недельку переключимся что мы там увидим тут я тоже вижу чашку с ручкой огромную также бычи флагом на недельном таймфрейме вот он флагшток и полотно флага стахастик вниз разворачивается она дневном думаю что будет вперед да в перепроданности так же как и на биткоине если смотреть на общую капитализацию рынка то там коррекция и биси должна быть смотрите там закончились волны и рёта . им . бим и затем нужна . sim то есть мы должны по идеям опуститься на 2 триллиона еще 10 процентов падения на рынке как вполне возможно да что у меня чуйка такая что пора закрываться нужно закрыть все сделочку по биткоину все продать закрылся с плюсом 23 800 и по закрываю что-то на споте это просто чуйка мне говорит что что-то здесь не так это даже не теханализ может я конечно не прав но хочу закрыть продать половину биткоина с продаю на 41 тысячу долларов битка продать на 41 тысячу продаю биткоина на 41 тысячу долларов то половина того что я держал пытается закрыться но посмотрим заполнится ордер или нет только я поставил заявку им цена пошла ниже может это как раз моя заявка опускает цену хорошо давайте еще раз попробуем ордер установлен и теперь хочу позакрывать также им по альткоинам mcrt я продавать не буду наоборот докупаю доджкоин на 45 тысяч у меня но давайте проверим доджкоин из того что я вижу я предполагаю что он продолжится падение ничего хорошего не увидим доджкоин давайте тоже на недельку но смотрите что здесь опускался дочку и на 8 центов и поднимался на 14 и теперь снова опустился на 12 объемы падают стахастик идет вниз я бы перезашел на 0.083 честно говоря поэтому продаю доджкоин давайте продадим 70 процентов продать по 0.12 по текущей цене в общем продаем доджкоин посмотрим заполнится ли заявка да все нормально и теперь поставим ордер на покупку по 0.08 и возьмем по этой цене насколько насколько я там продал я продал нам где там где же сколько это в долларах разбила просто заявку на несколько на 34 400 ну тогда давайте перезайдем на 40 тысяч долларов по 8 центов попробуем подобрать может я конечно ребята зря все это делаю проводите свои исследования принимайте свои решения я просто делаю то как я чувствую рынок криптовалют должен закончить эту коррекцию и пойти к точке си так что падение еще возможно я думаю что пойдет рынок к точке си в эту коррекцию зайдет давайте поставим тут уведомление на точке си а там уже будем перезаходить в крипту если так все и произойдет хорошо поставили уведомление теперь давайте еще на другие альткоины посмотрим что там у меня есть и разберемся что с этим делать и есть детей на двести пятьдесят две тысячи биткойн на сорок один двести юнисвап на сорок тысяч четыреста юнисвап то я думаю будет в порядке потому что запущенный эфириум и тф юнисвап и так-то уже сильно провалился буквально за несколько дней смотрите и уже в перепроданности юнисвап на дневном таймфрейме перепроданность по стахастику но проблема торговые объемы они падают и на недельном смотрите тоже перепроданность но закупить можно было бы по такому если безопасному варианту то по 5 долларов 70 центов прямо сейчас я думаю все таки не стоит закрывать позицию по юнисвап на этом запуске эфириум и тф но в целом зона покупки пять долларов 80 и еще один уровень поддержки на 4 доллара 60 я бы так сказал можно было бы продать частично ну хорошо давайте наверное так и сделаем хотя может я и ошибаюсь частично продам хотя это им без особой необходимости честно говоря по таким ценам продавать июня и того я продаю 50 процентов июня то на 20000 и попробую перезайти на 20000 возьмем по почем там по 5 долларов 80 центов 580 возьмем на 15 тысяч долларов по этой цене 580 и по 4 доллара 60 на 460 возьмем еще нам нет на 30 тысяч давайте возьмем по 4 доллара 60 центов хорошо расставили теперь у меня mcrt bitcoin ворлдкоин на 38 500 ворлдкоин минус 3 процента давайте посмотрим на график ворлдкоин держится на трендовой линии поднимался на 3 доллара 30 центов и опустился на 210 за последнюю пару недель на стахастик и перепроданность на недельном и на дневном но честно говоря объемы не нравится они падают уменьшаются объемы поднимался на 3 30 и опускается на 2 доллара по доллар 80 можно брать по доллар 40 если провалится на доллар 80 то сколько там я потеряю минус 15 процентов или минус 35 процентов 15 процентов от 38000 это будет 10 процентов это 3 800 15 процентов это примерно 5000 30 процентов падения или 34 процента это будет это будет 10 тысяч долларов здесь можно все-таки продать ворлдкоин а ниже перезайти давайте тоже продадим 50 процентов просто на всякий случай продаю на 20 тысяч долларов ворлдкоина по текущей цене и поставим заявки на покупку по доллар 80 и по доллар 40 будем брать и того я продаю на 19 200 ворлдкоин и давайте поставим ордера на покупку на 20 тысяч долларов по доллар 80 и по доллар 40 1 доллар 80 центов возьмем на 15 тысяч долларов 1.4 на 15 тысяч по доллар 40 на 15 тысяч долларов ставим заявку и по доллару 80 центов тоже поставили теперь есть дети на двести семьдесят две тысячи биткойн на 41 300 ворлдкоин на 38 пока что юнис воп на 20 тысяч доджкойн на 11 400 покет на 7 200 так что я сократил свои позиции и закрыл сделочку по биткоину и теперь я расставляю ордера на покупку видео конечно получится что такое длинное но что делать биткоин 64 тысячи 700 долларов небольшой отскок мы видим на текущем уровне на дневном таймфрейме честно говоря может быть и зря я закрылся потому что это первый импульс может и коррекция уже закончилась и когда заканчивается коррекционная волна то начинается следующий импульс но я думаю что может быть биткоин опустится на эту трендовую линию на 61 тысячу основной уровень поддержки теперь я бы сказал вот тут хорошая поддержка на 63 тысячи но самая сильная поддержка я бы сказал на 59 тысяч или даже на 56 поэтому на этих уровнях можно и ставить заявки на покупку давайте купим 3 биткойна 3 биткойна берем по 58 тысяч долларов ставим заявку на 3 биткойна по цене 58 или нет давайте на 5 битков зайдем по 58 тысяч 5 биткойнов по 58 тысяч долларов это на 290 тысяч долларов и затем затем я хочу поставить еще одну заявку на биткойне по 56 наверное хорошо давайте разобьем на 56 тысяч долларов давайте зайдем еще на 2 или нет на 3 биткойна по 56 и поставим еще на 53 тысячи на 54 давайте возьмем еще три биточка вот они ордера 3 биткойна по 54 3 биткойна по 56 и 5 биткойнов по 58 тут давайте тоже на 3 биткойна по 58 тысяч или ну да давайте так в общей сложности получается 9 биткойнов 9 биткойнов умножить на ну среднее например 56 9 на 56 это сколько будет давайте так 56 тысяч 9 биткойнов это будет 504 тысячи долларов сделочка на полляма вот мои ордера расставил это мои ордера на споте который тоже поставил а это мой торговый аккаунт и это мои соображения по рынку еще раз напоминаю что под видео есть полезные ссылки регистрируйтесь на baby получать и бонус проходите мои курсы по крипто трейдингу учитесь тех анализу получайте торговых ботов и затем присоединяйтесь к моему телеграмму придавайте почитаем комментарии вот они комментарии привет джеймс скажи пожалуйста где покупать xrp м да я уже делать их анализ по xrp м спасибо джеймс получил призовые за конкурс прекрасно спасибо за тех анализ эйджи бар пожалуйста это какой-то троллинг по израилю как только рынок начинает расти появляются заголовки да это действительно так джеймс я не получил вознаграждение уже получил все должны жить в мире мир на земле мир в воде мир в деревьях мир в растениях мир в боге мир в брахме мир везде мир 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 в общем такие комментарии и всем за них спасибо на сегодня будем заканчивать потому что видео и так уже получилось длинное я закрыл сделку по биткоину с профитом в 26 тысяч или сколько там долларов пару дней назад там было плюс 40 тысяч к сожалению тогда не закрылся но сегодня вот закрыл и поставил ордера на покупку но ребята может быть я ошибаюсь конечно это не финансовый совет проводите свои исследования и принимайте свои решения но я думаю что прямо сейчас после этого короче что-то тут не так все хорошие новости там были биткоин дошел до семидесяти тысяч а выше не прошел надо было тогда закрывать позицию вообще биткоин должен был пролететь выше во время выступления трампа на биткоин конференции ну ладно посмотрим что будет дальше торгуйте осторожно я расставил ордера на нижних уровнях по биткоину по альткоин а вот когда bitcoin стоил 16 тысяч я там загружал мешки покупал биткоин и альткоины на крупной сумме то у меня было 150 тысяч долларов а теперь больше чем полмиллиона так я заработал 570 или сколько там у меня но сейчас нужно торговать аккуратно всех люблю обнимаем и увидимся завтра